Инстардинг представляет Дэнни Джонсон Шесть принципов воспитания от мамы-миллионера Дэнни Джонсон выросла в бедной семье В 17 лет родила ребенка, в 21 стала бездомной, пристрастилась к наркотикам и хотела покончить жизнь самоубийством А уже в 23 заработала свой первый миллион долларов на перепродаже курсов по похудению К 27 годам девушка смогла открыть 18 центров для снижения веса по всей Америке и стать мультимиллионером с состоянием в 20 миллионов долларов Спустя некоторое время успешная бизнес-вумен, мать пятерых детей и бабушка для нескольких внуков рассказала о своих принципах воспитания детей Эти советы подойдут не только родителям Каждый из вас может почерпнуть для себя что-то полезное и взять некоторые идеи на заметку Первый принцип Стремление к успеху должно быть уже с детства Богатые люди четко понимают, какие цели должны стоять перед их детьми К сожалению, так происходит, что дети богатых родителей теряют всякий стимул куда-нибудь стремиться Этот стимул нужно раскрыть Лучше всего подходит путь сравнения В семье моих друзей, которым принадлежит свое издательство, сын не хотел учиться и вообще не знал, что ему делать в жизни Тогда отец принял кардинальное решение и отправил его на неделю работать в приют для бездомных без каких-либо средств Через неделю подросток вернулся, с большим желанием учиться и участвовать в семейном бизнесе, рассказывает Джонсон Вы могли нередко слышать истории, как богатые родители отправляют своих детей в официанты, грузчики и волонтеры Все это показывает детям ту сторону жизни, которой они никогда не жили И заставляет ценить то, что у них есть Второй принцип Никакого телевизора и мобильного телефона Кто в наше время лучший друг нормального ребенка? Скорее всего телевизор, компьютер и мобильный телефон Дети Дэнни Джонсон получили свои первые телефоны в 16 лет Первым их компьютером стал старый компьютер отца, а телевизора в доме вообще не было Мои дети не могут позволить себе мобильного телефона, потому что ничего не зарабатывают Телефон приучает человека не организовывать и не планировать свое время И так же, как телевизор, демонстрирует неправильные модели жизни Чему вас учит мультик про губку Боба? Ленивый, распущенный персонаж радуется по поводу того, как он обвел вокруг пальца других Вы хотели бы, чтобы ваши сыновья выросли такими? Хотели бы таких мужей для своих дочерей? Если не смотреть телевизор 30 дней, от этой зависимости можно избавиться, полагает Джонсон Третий принцип Учите ребенка любить работу Приближаются выходные, и что в основном слышат дети от своих родителей? Слава Богу, пятница! Можно отдохнуть от этой работы! Начальник у меня свинья, подчиненные не слушаются, а работа в целом бесит Такая позиция с самого детства учит человека тому, что работа – это плохо, тяжело и неприятно Дети, которых так тренируют, не захотят работать или начать собственный бизнес, полагает Дэнни Джонсон В ее семье дети уже с двух лет делают простую работу по дому, и к 11 годам их вклад уже довольно существенен Так они платят за проживание и питание в нашем доме В жизни ничего не бывает бесплатно, полагает Джонсон Она не пользуется услугами повара, горничной или нянечки Со всей работой по дому семья справляется самостоятельно При этом нужно, чтобы ребенок был способен выполнять работу, которая ему не нравится или заставляет напрягаться Потому что это развивает характер, силу воли Если же делать только то, что нравится, никакой дополнительной пользы для человека это не принесет Четвертый принцип Вы не банкомат для вашего ребенка Я даю ребенку 50 долларов в год на обувь и покупаю 4 пары джинсов Никакую роскошную обувь за такие деньги не купишь Но если хочется, или иди и заработай, или жди распродажи, говорит Джонсон Отмечая, что ребенок должен быть обеспечен самым необходимым Но особые фантазии и желания он должен реализовывать сам Самое плохое, что могут сделать родители Зарабатывать деньги, чтобы дать детям то, чего им самим не хватало в детстве Это воспитывает вседозволенность и легкую материальную доступность Которая не соответствует приложенному силе А когда дети вырастают, то попадают в мир, где уже не могут позволить себе жить так, как привыкли Отмечает бизнесвумен Пятый принцип Учите ребенка правильно тратить и копить С тратой денег есть только два варианта Покупать ненужные вещи, либо вкладывать деньги в полезные вещи С раннего возраста детей нужно учить правильно распоряжаться деньгами Делать нужные покупки, копить и инвестировать Как мотивировать ребенка не тратить деньги там, где не нужно? У нас в доме есть такое правило Накопить 10 долларов, и я тебе дам еще 10 Когда сумма собрана, покупать можно только такие вещи, которые позволяют тебе расти и развиваться Велосипед, музыкальный инструмент, путешествия, рассказывает Джонсон И не покупайте то, что покупают другие Как правило, это лишние вещи Они быстро надоедают и только занимают место Шестой принцип Учите ребенка щедрости и благодарности Большая часть успешных людей отличаются эмоциональной и материальной щедростью Они независливы и очень щедры Учите ребенка уважение, призывает Джонсон Не случайно в Библии сказано, что 10% от своих благ надо жертвовать Дети в ее семье тоже отдают 10% от каждого заработанного доллара сиротам 20% остается на отдых и полезные покупки А остальное отправляется в копилку на будущее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова